Еще раз всем добрый вечер, мы продолжаем чтение Сефера Кузари с книги «Защиты униженной религии» в оригинале, так она звучит. И в прошлый раз мы с вами говорили о том, что, собственно говоря, уже по первой главе, до того места, до которого мы дочитали, мы дочитали до 63-65 параграфа, как раз сейчас на экран я как раз и вывел этот параграф. Более-менее становится понятно, в чем, собственно говоря, пафос этой книги, которая, вообще-то говоря, является, опять же, уже по первой главе понятно, но в дальнейшем это станет еще более понятно, является такой полемикой со школой аристотеликов. То есть с философией, причем с философией в изводе аристотелик. Еще раз напомню на всякий случай, что у нас на этот момент еврейских аристотеликов нет. Есть арабские аристотелики, Аль-Фараби, Ибн-Сина, а еврейских нет. И тем не менее, получается, что эта школа имела широкое распространение. И вот, например, такой еврейский интеллектуал, как Иуда Олеви, поэт, прекрасно это знал. Возможно, что не только он, а и другие евреи изучали это. И он, собственно говоря, посчитал необходимым и нужно написать книгу, которая является полемически заостренной именно в отношении вот этих самых философов-аристотеликов. Это как бы главный оппонент, в каком-то смысле, раввина, который здесь представляет иудаизм. И с ним ведется полемика как в первой главе, так и частично в четвертой и пятой, как я уже говорил, там возвращается вот эта тема философии. При этом я сформулировал более-менее концепцию основной Иуда Олеви, которую он назвал таким эмпирическим историцизмом, или историческим эмпирицизмом, который состоит в том, что на самом деле любые измышления человеческие, они, в общем, являются ограниченными. Поскольку у него есть представление о том, что существует помимо разумной души еще одна душа в универсуме в целом, мировая душа, мировая душа, которая называется пророческой, то и в иерархии существ под лунном мире тоже существует, значит, еще один тип, еще один тип существ. Этот тип существ наделен пророческой душой. Так же, как люди отличаются от животных тем, что у них есть разум, есть еще существа, у которых есть пророческая душа. И пророческая душа – это что означает? Это означает восприятие, способность восприятия непосредственно какого-то знания от, так скажем, первоисточника. И, собственно говоря, евреи, с точки зрения Иуды и Леви, это и есть, собственно говоря, те существа, которые обладают вот этой самой пророческой душой, которая по Аристотелю, правда, которая по Аристотелю является потенциальным. Это потенциал, который это существо, в том числе, не в рейхе, может либо реализовать, либо не реализовать. Так же, как и потенциал разума. Человек может реализовать, а может не реализовать. Это зависит от условий, в которых он живет, это зависит от воспитания, это зависит и от его собственных усилий. И вот этот целый комплекс условий, которые позволяют человеку реализоваться, то есть перейти из актуального состояния, то есть, наоборот, из потенциального состояния в актуальное, это, собственно говоря, аристотельский подход, где любое существо может реализоваться, а может не реализоваться. У нас потенциал есть, а реализация не обязательно. Для реализации нужны специальные условия. И точно так же для иудеев нужны специальные условия для того, чтобы вот эта самая пророческая душа, собственно говоря, начала функционировать, чтобы человек оказался пророком. Ну, в частности, возможно, что для этого нужно находиться на земле Израиля. Для этого я, правда, забегаю вперед из того, что мы читали. Есть на это намек, но и, в общем, с первой уже главы можно это увидеть. Мы читали параграф, где иудеев говорит о том, а что ты скажешь о существе, который, значит, вошел в огонь и не сгорел, и сорок дней, и сорок ночей не ел, и не пил, и так далее, и так далее. Это он, собственно говоря, рассказывает о Моисее, который восходил на гору Синай. И, собственно говоря, вот с его точки зрения, это и есть доказательство того, что это другой тип существ. Ну, а вот этот самый исторический эмпирицизм, его состоит в том, что относительно самого вот этого знания, знания, полученного непосредственно от небесного источника, и которое, собственно говоря, возвышается над любым размышлением человека, любым интеллектуальным постижением человека, это откровение, откровение на горе Синай, на то же, да, которое получило 600 тысяч мужчин, как об этом рассказывает традиция. И поскольку это откровение состоялось вот при таком большом скоплении народов, я напомню, что это, собственно, идея Сасадига вон, которую мы его дали, я повторяю, и сговориться 600 тысяч мужчин не могли никак, значит, это истина, то есть в дальнейшем передача традиций проходила по не от одного человека к другому, а, собственно говоря, передавалась большим количеством народа, и поэтому история, с чего и начинает, собственно говоря, Равин рассказывать хазарскому царю о иудаизме, он на самом деле рассказывает ему историю, да, он рассказывает, вот это бог Авраама, Исхака Якова, и дальше, собственно говоря, излагает историю. Почему история столь важна? История столь важна, потому что история является ничем иным, как своеобразным щупальцем, да, эмпирическим, когда я ощущаю откровение с помощью вот этого самого щупальца и как бы присутствую при этом, то есть это неоспоримое совершенно явление. Так же, как, не знаю, потрогать стол или увидеть то, что я вижу, это, собственно говоря, почему это я называю эмпирицизмом, условно, в кавычках, да, потому что до эмпирицизма нам еще далеко, но, тем не менее, скепсис Иуды Олеви относительно философского познания, он как раз состоит в том, что измышления философов, они основаны не на непосредственных данных, хотя вроде бы философы утверждают, что они от них отталкиваются, но, отталкиваясь от них, они строят воздушные замки, которые в итоге оказываются безосновательными. А вот эта прямая связь, которая, собственно говоря, в откровении проявилась, это совсем другой тип знания. Ну и мы, собственно говоря, вот как раз на этом моменте остановились, можем еще раз прочитать этот параграф 63, когда Равин говорит, философ извиняет то, что они являются людьми, не унаследовавшими ни знаний, ни религий, так как они греки, а греки из потомков Ефита, обитавших на севере, а знание переходило по наследству от Адама. Адам тоже имел вот это самое знание, знание непосредственно переданное Богом, и это знание укрепилось божественным повелением, оно перешло к потомству Шема, то есть к семитам, а не к Ефитам, из которых происходят греки, да, и знание пребывало и пребывает в этом избранном потомстве Адама. А к грекам знание перешло только после того, как они начали одерживать победы, в том числе, возможно, Александра Македонского, и тогда знание перешло к ним от перцев, которые получили его от халдеев, возможно, и раньше, да, потому что вообще-то македонский ученик вроде бы Аристотеля, Аристотель до этого, значит, наверное, все-таки не победы, не Александра Македонского, а более ранние победы. И тогда знание перешло к ним от перцев, которые получили от халдеев, и тогда расцвели среди греков известные философы этой державы, но ни раньше, ни позже. А с тех пор, как власть пришла к Риму, не было среди них ни одного известного философа. Это отдельно, не будем сейчас спорить с этим утверждением. Иуде Олеве, да, который говорит о том, что в Римской империи уже философия сошла на нет. На это Хазар ему говорит, и что, значит, не следует доверять Аристотелю и его науке? И Равин говорит, да, верно, что он перенапряг свой разум, свою мысль, потому что у него не было традиции, переданной из достоверного источника. Вот этот достоверный источник, это, собственно говоря, и есть этот самый божественный логос на арабском Амр-Илаги, который и несет достоверное знание. И когда он думал о начале и конце мира, ему было так же трудно представить себе начало мира, как представить себе его вечность. Но в своих умозаключениях он предпочел вечность мира, опираясь только на собственные размышления. Вот эти собственные размышления, они ничего не дают, потому что это человек, а не тот, кто получает знания непосредственно с небес. И он не стал задаваться вопросом хронологии поколений, живших до него, исследовать разусловия людей, их знания. Но если бы этот философ был из народа, он наследовал общепринятые, общеизвестные данные, которые невозможно отвергнуть. Вот эти общепринятые и общеизвестные данные, которые невозможно отвергнуть, это и есть то, что я назвал историческим эмпирицизмом. То есть есть некие данные, которые мы воспринимаем. Почему мы их воспринимаем? С помощью истории. Он не задавался вопросом хронологии поколений. То есть он историю не изучал. А история, собственно говоря, и есть ключ к вот этим самым общепринятым, общеизвестным данным, как, например, откровение. Отвергнуть его с точки зрения уголевья невозможно. И тогда он направил свои умозаключения доказательства, чтобы подтвердить возможность создания мира, несмотря на встающие трудности, подобно тому, как он обосновывал вечность мира, которую принять еще труднее. Ну, и Хазарский царь говорит на это, «Но есть ли у доказательств вообще сила какая-то?» На это ему Равин отвечает. Типа ты спрашиваешь, «А какое у нас доказательство по этому вопросу?» Естественно, в Торе нет ничего, что отвергалось бы или тем, что можно наблюдать воочию, или твердо доказано. Тора не противоречит разуму. Мы видели это еще в Садига, и здесь Равин повторяет. Тем не менее, Тора сообщает нам о чудесах, изменении естественного хода вещей при создании нового или путем превращения одного в другое. Чтобы показать, что есть творец мира, он может делать все, что пожелает, и когда пожелает. Вопрос вечности мира или его создания скрытый, и доказательства двух концепций уравновешивают друг друга. То есть вопрос креационизма Иуда Оливий подтверждает в лице Равина, что вопрос предвечности мира или сотворенности мира – это на самом деле действительно вопрос довольно сложный. Мы помним, что Саади решал этот вопрос с легкостью, и именно благодаря решению этого вопроса доказывал существование творца. А Иуда Оливий идет иным путем. Он говорит о том, что, собственно говоря, Тора сообщает нам о чудесах и так далее. И отсюда понятно, что есть творец. А то, что Тора является текстом, который нельзя подвергнуть сомнению, это и есть, собственно говоря, откровение. Но в пользу создания мира говорят наличие традиций, идущие от Адама, от Ноа, от Маше, опять вот этот самый историзм, посредством пророчества. Пророчество здесь является как бы главным источником знаний. И она более достоверна, чем умозаключение. Вот мы видим в очередной раз вот это самое, то, что я, собственно говоря, с самого начала озвучил, или точнее повторил. Мы об этом уже говорили. И сложно себе представить, как верующий человек, который будет вынужден допустить и признать существование вечной первоматерии многих миров, предшествующих нашему миру, не поколеблется в его вере, в то, что мир возник в определенное время, и первыми людьми в нем были Адам и Хава. То есть свидетельства Торы являются несомненными. Несомненными они являются благодаря чему? Благодаря традиции, благодаря истории или передаче вот этого самого знания. На это Хазарский царь говорит, пока мне достаточно этих доказательств, вполне разъясняющих данный вопрос. Неожиданно он принимает эту аргументацию. И дальше говорит, что но если моя дружба с тобой продолжится, я попрошу тебя привести мне неоспоримые доказательства. Вернись же к продолжению своего рассказа, как укоренилось в ваших сердцах это невероятное представление о том, что Творец тел, духов, душ, интеллектов и ангелов, который возвышен, свят и непостижен разумом, и уж тем более чувствами, может вступить в контакт с человеком, этим низким в силу своей материальности творением. Сколь бы ни было оно чудесно по своей форме, ведь и самая низкая из насекомых устроена столь чудесно и мудро, что это выше нашего понимания. То есть Хазарский царь теперь как бы говорит, ладно, хорошо, я поверю, предположим, предположим ты говоришь об истории, передаче и так далее, но в основе твоих слов все-таки лежит предположение о том, что Творец этот самый вступает с человеком в некий контакт, то есть с помощью вот этого пророчества. И он задает вопрос именно об этом, да что же это за явление такое, почему, собственно говоря, Творец вступает в этот контакт. На это Равином отвечает, «Своими словами ты позволил мне избежать многословия. Можно ли отнести мудрость, присутствующую в созданиях, например, в муравье, к сфере, к звезде или к чему-либо, кроме всемогущего Творца, который соизмеряет каждое свое творение и дает каждому то, что ему полагается, ни больше, ни меньше?» Хазарский царь говорит, это относится к действию законов природы, то есть Хазарский царь здесь выступает скорее как бы с точки зрения философской. Это философ может сказать, что по сути дела Бог сотворил законы природы, по законам природы все дальше и происходит. То есть он запустил эту машинку, заложил в нее своеобразную программу и дальше там все работает. Само понятие законов природы, оно как бы помогает философам объяснить все происходящее, ну, например, в том числе и поведение муравьев. Равин его спрашивает, а что такое природа? И Хазарский царь говорит, это одна из сил согласно тому, что мы знаем из наук, опять же, из философии. Мы, впрочем, не знаем, что это за сила, но ученые наверняка уже постигли, британские поведенные ученые, как всегда, да, сказал мудрец, то есть Равин, их познания в этом не превышают наших. Вот как определил природу философ, с большой буквы, то есть Аристотель. Она начало и причина движения и покоя для того, чему она присуща сама по себе, а не случайно. Ну, более-менее понятное, да, и известное определение Аристотеля. Хазарский царь говорит на это таким образом, у того, что движется само по себе и покоится само по себе, есть определенная причина движения и покоя. И это причина природа. Равин говорит, это требует кропотливого изучения и точности в различении между тем, что действует случайно, и тем, что действует по своей природе. Слова об этом производят впечатление на слушателей, но это в сущности все, что знают философы о природе. Хазарский царь говорит, я вижу только что своими терминами они ввели нас в заблуждение и заставили увидеть в природе соучастника Бога. Когда мы говорим природа мудрая и действующая, то если им последует их словам, может статься, скажем еще, что природа творящая. Действительно, он приближается как раз именно к этому. Природа творящая, если мы говорим, что мир предвечен, по Аристотелю, то тогда понятно, что, собственно говоря, предвечность мира, и есть некая первопричина, которая посредством целой цепочки причинно-следственных связей порождает все остальное. Тогда действительно получается, что в каком-то смысле природа оказывается творящей, а не какой-то творец. То есть первопричина действует в каком-то смысле автоматически, то есть она просто запускает весь этот процесс, но не творит его. Мы можем вспомнить и его концепции Иббен Гвероля, который привносит в неоплатоническую теорию эманации, если вы помните, волю или желание творца, для того, чтобы показать, что этот процесс является не автоматическим, не произвольным, а как раз волевым. И на это ему равен отвечает. Действительно, первоэлементы, луна и звезды воздействуют, нагревая или охлаждая, увеличивая влажность или сухость. То есть он принимает какие-то концепции, которые являются философскими или научными. Но это не повод приписывать им мудрость, ибо такова их функция. Но создание формы, установление размера и поведения, и приведение в действие чего-либо, а также все, в чем есть замысел и цель. Замысел и цель – это телеологическая причина по Аристотелю. Есть разные причины. Действующая причина, материальная причина, а есть еще и телеологическая причина, то есть причина, которая связана с целью. Так вот, то, в чем есть замысел и цель, можно приписывать только мудрому, обладающему волей и могущественному Богу. И нет вреда в том, чтобы называть вещи, преобразующие материю согреванием и охлаждением природы, но при условии, что мы не приписываем им мудрость. Также отрицают сотворение эмбриона мужчины и женщины, когда те совокупляются. Ведь они только помогают материи, получающей человеческую форму, а форма от мудрого создателя. Этот пассаж, он перекликается с утверждением мудрецов Талмуда, что трое участвуют в сотворении ребенка, это мужчина, женщина и Бог. Ну и вот он здесь тоже об этом говорит. Поэтому не отрицай проявление божественных воздействий в этом низменном мире, если сама материя создана для восприятия этого воздействия. И в этом корень как веры, так и непокорности Бога. Казарский царь удивляется, он говорит, как же основа веры может быть и основой непокорности. И на это ему Равин объясняет. Действительно, людям не дано знать, что способствует получению божественного воздействия. Они не могут измерить это количественно и качественно. Он возвращается к чему? Он возвращается к божественному воздействию. То есть с точки зрения Иуды и Олеви божественное воздействие существует как бы постоянно и непрерывно. Можно было бы сказать, что божественное воздействие имело место в акте сотворения мира, а дальше опять же все развивается по своим законам, законам, которые вложены были творцом в это творение. А можно предполагать о том, что божественное воздействие является постоянным. Это как раз та позиция, которую отстаивают Иудалеви. И вот он говорит, что людям не дано знать. Они не могут измерить ни количественно, ни качественно. И если бы они даже знали сущность проявления божественного, то все равно не знали бы их время, место, обстоятельства и способы подготовиться к ним. Что он имеет в виду под этим самым божественным воздействием? На что воздействие? Божественное на человека или на какие-то природные явления? Что значит знать время, место, обстоятельства? Что значит подготовиться к ним? Подготовиться к ним это значит подготовиться к восприятию этого самого божественного воздействия. Ну если говорить о человеке, то это значит собственно говоря подготовиться к восприятию этого божественного логоса И для этого требуется совершенное божественное знание, полностью объясненное самим Богом. Тот, кто получит его и будет соблюдать все правила и условия со всей открытостью и чистым сердцем, верующий. А тот, кто старается каким-то образом получить это влияние посредством мудрости, умозаключений, предположений, основанных на книгах по астрологии или же вызывая к духовным силам, здесь он уже переходит к магам, да, и изготавляет талисманы, тот бунтовщик. Ибо он приносит жертву и воскоряет благовония на основе умозаключений и вымыслов, и не знает истинной сути того, что необходимо. Сколько чего взять, как действовать, в каком месте, в какое время, какие люди должны заниматься этим, как все это должно быть организовано, и еще разные подробности, объяснение которых заняло бы слишком много времени. Ну и вы видите сноску, да, то есть во второй главе действительно об этом заходит речь, когда речь заходит о храмовой службе, и он говорит о том, что раввин, объясняя хазарскому царю, как это устроено, он говорит о том, что все это знание получено от Бога, то есть с помощью вот этого божественного логоса, и поэтому происходит то, что происходит, и догадаться, что именно так нужно действовать, никто бы никогда не смог, потому что, собственно говоря, только сам Творец и может обеспечить в каком-то смысле условия для вот этого самого воздействия. И дальше он приводит знаменитую очень притчу, он говорит, что неверующий подобен глупцу, который проник в хранилище врача, известного тем, что его лекарства помогают. Врача там не было, а люди просили лекарства из этого хранилища, чтобы получить от них пользу. И этот глупец начал наливать им склянок, не разбираясь в лекарствах, и не зная, какое количество лекарства нужно налить каждому человеку. И когда он умертвлял многих людей теми лекарствами, которые раньше приносили пользу, а если случайно содержимое одного из сосудов помогало кому-то, то люди и устремлялись к нему, и говорили, что это полезная вещь, так и нужно делать. До тех пор, пока оно их не подводило, или пока не начинали считать полезным что-то другое, и тогда устремлялись к нему. И они не знали, что лекарство полезно не сами по себе, а в силу познания мудрого врача, который в прошлом приготовил их. Он давал эти средства вместе с указанием больного, как подготовиться к принятию лекарства. Есть указания о еде, о питье, о физических упражнениях, отдыхе и так далее. То есть он сравнивает вот это знание, знание полученное непосредственно от Бога со знанием информации или врача, который понимает, что, как делать. А философов или колдунов и магов он сравнивает с теми, кто пытается использовать, собственно говоря, вот эту аптечку, исходя из каких-то своих собственных соображений, не зная ничего о природе этих самых. В таком положении, словно сбитые с толку невежды, люди, за редким исключением, пребывали до появления Мушей, Моисея. Они соблазнялись законами астрологии природы и переходили от одного закона к другому, от одного божества к другому божеству и, возможно, верили во многих из них одновременно, забывая того, кто управляет силами природы и использует их. Они находили в этих силах причины, приносящие пользу, тогда как сами по себе эти силы могут причинить вред, и это в соответствии с тем, чему они предназначены. Но, собственно, польза – это присутствие божественного, а вред как таковой – это отсутствие божественного. То есть все эти условия, приемы и так далее, все эти указания, они на самом деле являются ничем иным, как указанием Творца относительно того, что нужно сделать для того, чтобы божественное воздействие проникало в этот самый подлунный мир. Ну и, по сути дела, это указание передано кому? Передано людям, а на самом деле кому? Пророкам. Моисей, первый пророк. И эти пророки, обладая этим самым знанием, могут, собственно говоря, обеспечить божественное присутствие в подлунном мире. А люди, не обладающие пророческой душой и не имеющие, собственно, этого знания, не могут. Можно было бы здесь задать вопрос, а может быть люди могут, потому что вот был Моше, он принес закон, есть указания, и можно пользоваться этими указаниями. Собственно говоря, в дальнейшем уже не иметь пророческой души и пользоваться этими указаниями действовать. Но, на самом деле, с точки зрения УДЛ, это не так. Почему это не так? Это не так, потому что, на самом деле, ситуация меняется. То есть, вообще-то говоря, изменение ситуации в подлунном мире, в истории, в обществе и прочее, требует специального вмешательства, потому что в этих измененных условиях, возможно, воздействие божественного может быть иным. Здесь был вопрос относительно того, врач в этом примере – это Бог или Моисей. Врач в этом примере – это Моисей, конечно, да, то есть это тот, кто получил это самое знание и дает, раздает, собственно говоря, эти самые лекарства. Естественно, что Бог тоже прекрасно это знает, да, но он действует как бы, в данном случае, как тот, кто обучил этого самого Моисея, врача, да, в этом примере есть врач, который чему-то научился, который узнал природу всего этого, вот это все знание, было получено Моисеем за счет этой самой пророческой души. И благодаря этому знанию он и сформулировал закон. Ну, и дальше Сазарский царь говорит, вернемся к теме, расскажи мне, как развивалась ваша религия. То есть дальше он переходит к вопросу о том, о формировании, собственно говоря, эгоизма. И видите, здесь есть такая фраза, ведь религии всегда основывают одиночки, которые стремятся к тому, чтобы восторжевал взгляд, который Бог пожелал им открыть. И они не оставляют попыток умножить число своих последователей и одержать победу своими силами. А Равин в ответ отвечает то, что я уже говорил, да, что в эгоизме это не так, не одиночки, а вот большое количество народу принимало Тору. Но мы пропустим этот фрагмент, фрагмент, где излагается, собственно говоря, ну, по сути дела, история, да, как народ Израиля спустился в Египет, вышел, получил Тору, там, и так далее, и так далее. Это мы сейчас пропустим. Ну, вот, давайте отсюда, наверное, начнем с 98-го параграфа. Если у вас есть вопросы по всему, кому, что мы обсудили до этого, да, и по вот этой самой первой части, то, пожалуйста, кандидайте. Ну, и вообще, да, я уже сказал, что когда мы читаем, в любой момент вы можете либо в чате, либо голосом прервать меня, задать вопросы. Вот пример, который сейчас мы прочитали, он, на самом деле, очень тонкий. И примерно, ну, вот, например, Ражба, ученик Рамбана, идет в сходном направлении и говорит, что, там, скажем, лекарства, которые действуют и лечат, соответственно, а нехорошая – это медицина, а которые не лечат – это авадазара, соответственно, там, так сказать. Как бы тут нету такого, что то, что работает, то от Бога, а то, что не работает – это ложный. Ведь эти два человека очень похожие, да, хороший аптекарь и шарлатан, который попал в аптеку, да, они действуют. Нет, они похожи только тем, что эти люди раздают лекарства, но шарлатан раздает лекарства, не зная толком чего и как, да, а аптекарь, точнее, врач даже, да, потому что он там говорит в том числе и о том, что врач может прописать и упражнения какие-то, да, и образ жизни и так далее, и так далее. Это совершенно другая, как бы, история, да, то есть он может… Почему он это может сделать? Ну, мы бы сказали сегодня, почему он может это сделать? Потому что он ученый человек, потому что мы провели испытания, лекарства, то, сё, увидели, ну и так далее, да. Наури, но такой опции, что в аптеку пробрался полный шарлатан, который разливает как-то по какой-то интуиции, никому не ведомо, нигде не учился, и это вдруг всем помогает, такого Раби Юдалеве не приходит в голову, что такое… Конечно, приходит. Он как раз и говорит о том, что все эти колдуны, а в том числе и философы, они именно такого рода ребята, в том числе там Гиппократ, предположим, да, или Гален. То есть они, если что-то помогает, то это помогает случайно. Почему помогает случайно? Потому что они, на самом деле, в общем, настоящего-то знания не имеют. Понятно. Но на самом деле здесь мы можем не говорить о медицине, потому что медицина же здесь – это машаль, да, то есть это метафора. Это метафора того, каким образом нужно всё обустроить. То есть, например, если… В данном случае ведь речь идёт о чём? Обустроить как? Обустроить человеческое сообщество, социум построить и создать некий инструмент, который бы привлекал божественное воздействие. То есть в этом смысле Иуда Олега возвращается, вообще-то говоря, к такому классическому, что ли, взгляду иудаизму. Для чего евреи идут там в землю обетованную, поднимаются в Иерусалим и так далее. Для чего? Для того, чтобы построить вот что-то, что привлечёт именно божественное воздействие. Для того, чтобы соединить небо с землёй. Но сделать это можно только в том случае, если ты получил, собственно говоря, наставление от самого Творца. Если ты не получил, то все твои попытки соединить небо с землёй, ну, например, построить коммунизм или национал-социализм, или какие-то другие идеи могли. Это и есть, собственно говоря, немшаль. То есть шарлатаны в данном случае. Шарлатаны – это, по сути дела, те, кто придумывает, каким образом можно привлечь это самое божественное воздействие. То есть, например, философы говорят о том, что можно соединиться с активным интеллектом. Как соединиться с активным интеллектом? Ну, книжки читайте энергично. Нет, но возьмём более близкий пример к Раби Удалеве. Рамбан, Раби Мошебен Нахман, который явно из того, что он пишет, читает, что колдуны, то, что они делают, не как Рамбан, не как Маймани, читает, что то, что делают колдуны, иногда работает, часто работает, может работать. Тем не менее, Тора запретила. Это не Раби Удалеве. Нет, почему? Раби Удалеве в этом примере он говорит, что иногда, случайно может получиться что-то. И люди тогда начинают верить этому колдуну и вот этому форматному шарлатану. Он даёт, вдруг помогло, и все говорят, о, точно помогает, и идут к нему. То есть, он допускает, что случайным образом что-то такое может произойти. Окей. То есть, ты не видишь тут чёткого отличия от позиции Рамбана, скажем? Ну, нет, здесь нет прямо такого радикального отличия, потому что он тоже говорит о том, что это возможно. Вот как раз в этом параграфе он говорит, да. Хазарский царь говорит, ты укрепил, я убеждён, что видел в моём сне как раз именно это, да, что человек может прийти к божественному только посредством божественного. То есть, действий, которые Бог повелел исполнить. То есть, если у меня есть повеление от Бога, тогда мои действия правильные. Если нет, тогда мои действия случайно могут оказаться правильными, но гарантий, что они правильные, нет. А если бы это было не так, то большинство людей достигли бы божественности. Большинство людей стараются служить Всевышнему так, как они это понимают. Это и есть вот этот шарлатан. И астрологи, и обращающиеся к талисманам, и огнепоклонники, и поклоняющиеся Солнцу, и дуалисты, ну и так далее. То есть, все пытаются каким-то образом, если на уровне Немшаля, то есть, того, что та притча про фармацевта нам описывала, то есть, каким-то образом пытаются привлечь это самое божественное влияние. И что-то у них получается, наверное, иногда. И огнепоклонники как-то что-то у них происходит. И какие-то люди, которые обращаются к талисманам, обратились к талисманам. И сборная Аргентина, предположим, выигрывает чемпионат мира. Все прекрасно работает, говорят они. Иудо Олеви скажет, что может и сработало, он сработало случайно. Вот, собственно говоря, в этом его пафос. Пафос Иудо Олеви в том, что настоящее подлинное знание может получено быть только из божественного источника. Типа религиозного рационализма в таком некотором. В том-то и дело, что это иррационализм скорее. Потому что как это получается, как получает человек это знание. Он получает это знание только если он пророк. Если он не пророк, то он не получает это знание. Он начинает философствовать. То есть все, пятое-десятое. Быть рационалистом. А здесь как раз над разумом. Это пророческая душа. Она как раз находится над разумом. С помощью разума можно прийти к каким-то заключениям, которые могут иногда оказываться рабочими. Но тоже случайно. Если иметь в виду привлечение божественного влияния. И вот Равина говорит правильно. Таковы наши заповеди, объясненные в Торе. Сказанные Богом Моисеем. Вот Моисей знает, что нужно делать. И не было необходимости в дополнительном объяснении каждой главы и каждого стиха из того, что Моисей записал и передал устно множеству народа, собравшимся в пустыню. Даже описание жертвоприношений. Как приносить жертвы, в каком месте, как должны быть сориентированы животные, как их закалывать, что делать с их кровью, конечностями и прочей службой. Все это было изложено Богом, чтобы не было упущено даже малейшие детали. Иначе все будет испорчено. Точно так же обстоит дело в природе, где все связано с толь тонкими отношениями, что они неуловимы мыслью. Они неуловимы мыслью. То есть рационально постичь это нельзя. Нельзя постигнуть все взаимосвязи. Ты можешь только получить от Бога информацию о том, как это работает. А самостоятельно к этому прийти не можешь. И если эти соотношения будут нарушены, пусть в малейшей степени, то это приведет к уничтожению сущего. Так, например, растение или животное, или орган либо исчезнет, либо не возникнет. И так же было объяснено, как следует расчленять жертвенное животное, что делать с каждой его частью, что предназначено для еды, что для сожжения, кто должен есть, кто должен сжигать, кто из членов общины обязан нести эту службу, совершать жертвоприношение. То есть он говорит о том, что все эти детали, которые кажутся произвольными, и с точки зрения рационалиста как раз, ну какая разница, опять же, забегая немножко вперед, мы можем упомянуть здесь Рамбов. Рамбов говорит то, что... Почему вообще жертвоприношение, собственно говоря, в иудаизме существует? Он говорит, ну, это хитроумие божественное. В чем состоит хитроумие? Он говорит, что это была такая эпоха, когда люди иначе не видели возможности служения Всевышнего. Поэтому невозможно было евреям сказать, ребята, знаете, что надо ходить в библиотеку, то есть интеллектуальное служение, оно и является, собственно говоря, главным. А все эти жертвоприношения, вот это все, все, это не имеет никакого значения. Но поскольку это было невозможно сделать, то Бог пошел на некоторую уступку исторической реалии. И, по крайней мере, вот этот весь культ, культ жертвоприношения, он во имя Бога единого, а не во имя каких-то этих самых идолов. Но на самом деле это был воспитательный этап, первый этап приведения народа Израиля к истинному служению, которое является служением интеллектуальным. Я, может, зря забежал вперед, потому что, естественно, возникает вопрос, и что Рамбам считает, что у нас там типа третьего храма не будет, и жертвоприношения не нужны, и так далее. Ответ Рамбам, а мы к нему вернемся, когда будем читать это, он очень странный. Он говорит, что, коль скоро это было освещено на том историческом этапе, то да, мы будем все равно приносить жертв. Ну, и это нуждается, естественно, в некотором объяснении, в котором сейчас я не буду в это входить. Мы, когда до этого дойдем, читая Рамбам, поговорим об этом. Но Иуда Олеги в данном случае является совершенно радикальной противоположностью. Он говорит, что все это вплоть до малейших деталей, что вот эти там, не знаю, колокольчики на одежде священника, смена одежды, когда он должен надевать золотые одежды, когда он должен обычные. Это все, 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 все детали, они чрезвычайно важны, потому что стоит что-то упустить, и все, все пошло наперекосяк. Почему? Нет объяснения почему. Потому что творец знает как, а мы не знаем как, и мы с помощью рацио, то есть с помощью разума, мы никогда бы ни к этому не пришли. И все, это нельзя приступать. Объяснено, какими качествами должен обладать совершающий жертвоприношение, ну и так далее, и так далее. То есть он, по сути дела, перечисляет все эти детали. Естественно, что он говорит, что Соломон так построил храм, согласно духовной форме, которая была показана Давиду, естественно, тоже там пророческим образом. И последний святой храм, обещанным на основе вида и формы, показанной пророку по имени Хискель, и нет в служении Бога, умозаключений, дедукций и ухищрений. Нет. То есть все знания относительно того, что делать, не относительно того, что знать, а относительно того, что делать. Это все знание, оно получено непосредственно от Бога. Ведь если бы это было так, то есть если бы с помощью умозаключений, дедукций и ухищрений мы можем было к этому прийти, то философы достигли бы своей мудростью и образованностью намного больше, чем цены Израиля. Это альтернатива не только Рамбаму, но и Сааде Гаону. Сааде Гаон, если вы помните, говорил, что он говорил, что человек может постичь все, собственно говоря, все то, о чем говорит Тора. То есть все законы Торы и так далее, они могут быть выведены и получены с помощью человеческого разума. Единственная польза откровения состоит в том, что даже те, кто не проделал этот путь, путь, так сказать, умозаключений, дедукций и ухищрений, и открыл все эти законы, ему даны они сразу. Но для того, чтобы все это выполнять качественно, конечно, хорошо бы пройти весь этот путь, путь умозаключений, дедукций и ухищрений, как это называют здесь в переводе, как это звучит. Для Сааде Гаона это религиозная обязанность, то есть пройти этот путь умозрительный, для того, чтобы прийти как раз к тому, что, собственно говоря, в Торе сказано. А Иудалеве говорит, нет, ребята, с помощью разума к этому прийти невозможно. Это если бы так, то философы, то есть ученые, по сути, мы можем поставить здесь накравенство между философами и учеными, достигли бы гораздо большего, чем сыны Израиля. И на это Фазарский царь говорит, благодаря подобным вещам душа готова принять заповеди без сомнений и без колебаний. И когда пророк пришел к умнитенным рабам, он обещал им, что они выйдут из рабства в назначенное время, без промедления их задержки. То есть на этом этапе Фазарский царь уже вполне убежден, что да, вот это то, что ему подходит. То есть ему подходит то, что есть некие безусловные, объективные и неподтверждаемые никак разумом действия. Это же как раз и был его сон, да? Ему во сне говорили, что намерение это у тебя нормальное, хорошее намерение, а действия не годятся. А как найти эти правильные действия? Вот Равин ему отвечает, как найти правильные действия? Правильные действия может подсказать только Творец. А где он подсказал? Было такое, было. Когда было? А вот Моисею, а вот на горе Сенай было откровение, и, собственно говоря, все эти данные были переданы. Естественно, что Фазарский царь мог бы спросить, но они не все же были переданы. Например, та же самая медицина, там же не сказано Моисею, как лечить и так далее. Хотя пример был из медицины, но он был притчей, подразумевалось как раз взаимодействие с небесным миром. То есть, по сути дела, все эти указания, они даны не для того, чтобы человек мог, не знаю, построить дом. Как построить дом? Построить дом как раз могут объяснить ученые или архитекторы. Не было ему сказано, как во время путешествий ориентироваться по звездам. Нет, не сказано. Почему? Потому что это человеческая задача. То есть для человеческих задач разум нормальный, абсолютно хороший инструмент для того, чтобы решить, как путешествовать, из чего делать, например, из чего строить дом, как обжигать кирпичи, ну и так далее, и так далее. Все человеческие нужды, действительно, к ним можно прийти с помощью разума и нужно прийти с помощью разума. Об этом как раз ничего не сказано. А что же дано как указание? А как указание даны те действия, которые привлекают божественное воздействие. То есть которые связывают этот мир с небесным. Вот такого рода действия они были указаны в Торе, и Моисей, значит, принес их как пророк цему народу. Ну, хорошо. Мы можем считать, что, видите, осталось еще немножко до конца, до конца этой самой первой главы можем, наверное, опустить, потому что мы более-менее поняли замысель и основную мысль Иуде Олевии в этой главе. И давайте перейдем ко второй главе. Она начинается с экспозиции, которая говорит о том, что, ну, в общем, мы знаем про этого хазарского царя, да, то, что он принял иудаизм и так далее. То, что произошло с царем хазаров, рассказано в хазарских хрониках. И поведал царь свой сон, который стал повторяться ему из ночи в ночь в визирю, и во сне о том велено было ему искать пути угодные Богу. И рассказано, что пошли царь и его визирь в пустынные горы возле моря. И рассказано, как они попали ночью в пещеру, где евреи исправляли субботу. И там признались пришельцы, кто они, приняли веру евреев и были обрезаны в той пещере и вернули в свою страну, став последователями еврейской веры. И отправляли они все ее предписания тайно, но постепенно доверяли свою тайну приближенному, когда последователей еврейской веры стало много и о тайной вере царя стало известно всему народу, повелел он всем хазарам принять иудаизм. Это вот такая как бы история. Гогическая, то есть легенда, легенда о том, как хазарский царь погрузил, значит, всех хазаров в иудаизм. Но это произошло как бы с точки зрения книжки в Галии. После того, как вот он поговорил, он сначала отправился к философу, к христианину, мусульманину, потом поговорил с раввином и, значит, стал убежденным иудеем. Ну и вот есть еще легенда о том, что он вместе с визирем, значит, в пещере где-то его обрезали и он стал иудеем. А затем и все хазары тоже приняли иудаизм. И тогда пригласили они еврейских мудрецов и стали изучать Тору и другие святые еврейские книги и много мудрости открылось им и армия их стала многочисленной и большие победы были одержаны над врагами и царство Хазар сильно расширилось и их любовь к вере достигла таких вершин, что было возведено святилище по модели Скини, который поставил Маше и были особо уважаемые имени сыны Израиля, от которых получили они благословение и, как сказано о том в Хазарских хрониках. И когда царь изучал Тору и книги пророков, наставником у него был мудрец, то есть раввин, который отвечал на вопросы царя и первые из этих вопросов были об именах и атрибутах, приписываемых Богу и о том, что в некоторых из них можно усмотреть проявление его телесности, несмотря на то, что в Торе ясно сказано противоположное. Ну, мы видим, что с одной стороны первая глава рассказывает нам как бы один рассказ, вторая глава с отсылкой на Хазарские хроники немножко другой рассказ, где вроде бы Хазарский царь приглашает раввина только после того, как он принял иудаизм и дальше начинает с ним беседовать, но у Иуды Олеви получается, что вот эти две, эта легенда и его экспозиция, они в каком-то смысле объединяются. То есть получается, что сначала он поговорил с раввином, убедился в том, что иудаизм это круто, дальше принял иудаизм, а потом уже после того, как погрузил в эту религию всех Хазар, он пригласил еще раз этого самого раввина и повел с ним разговор, и первые, значит, из этих вопросов были об именах и атрибутах, приписываемых Богу. Мы помним, опять же, надеюсь, что вы помните, что, собственно говоря, действительно, вопрос о божественных атрибутах это один из важнейших вопросов теологии, это и Калами возникал этот самый вопрос, и Садия Гаон говорил об этих атрибутах, и мы видели у Бахи и Бенпакуды рассуждения об этих атрибутах, и его намек на негативную теологию у Живу Бахи и Бенпакуды, у представителей Калама этого нет, представители Калама говорят о том, что Бог жив, и Бог мудр, и так далее, что эти атрибуты мы можем ему приписывать с определенными оговорками, ну, и Азарский царь начинает, по сути дела, он задает какой вопрос, он задает сейчас уже теологический вопрос, если до этого мы могли бы сказать, что он задает вопрос экзистенциальный, то есть, что делать, вот мне, что делать, сон такой вот, и так далее, а что же делать, и на экзистенциальный вопрос у него есть ответ, ответ, что есть религия, которая взаимодействует с небесными силами, с Творцом, непосредственно в отличие от остальных, и он эту религию принимает, и тем самым решает свою экзистенциальную проблему, а после того, как он это решил, он задает вопрос идеологического характера. Сказал мудрец, то есть, вот этот самый раввин, все имена Бога, да, превознесется он, кроме невыразимого имени, имеется в виду, тетраграмматон, это имена, отражающие воздействие, которым подвергается сотворенное в силу его суда и решения. Так, например, его называют милосердным, когда меняется к лучшему положению человека, к которому люди относились состраданием из-за его бедственного положения. Но когда Богу приписывается милосердие и сострадание, то под этим не подразумеваются такие людские качества, как мягкосердечность или природная слабость, ибо он, справедливый судья, вершит суд над бедным и богатым, не проявляя ни жалости или ни гнева по отношению к кому-то. Нечто подобное встречается и у земных судей, когда они судят согласно предписанию Торы и в соответствии с законом, но не из-за отношений судей. Одни люди будут счастливы, выиграв дело, а другие будут наказаны. Бога мы называем соответственно его действием. Иногда он Бог милостивый и милосердный, иногда Бог ревнивый и мстящий, но он превознесенный всегда один и тот же, вне зависимости от того, как его называют. То есть Равин теперь уже как бы выступая в качестве теолога, он излагает вот эту самую теорию атрибутов, где говорится о том, что действительно не милостивый, милосердный, ревнивый, мстящий и так далее. Все эти атрибуты, они приписываются Богу определенным образом. То есть ни в коем случае нельзя подразумевать, что действительно он проявляет милость или милосердие, или он ревнует, или он пстит. Это нам кажется по результатам того, что происходит, мы характеризуем его таким образом, но это никак не характеризует его сущность. Такого рода рассуждения, оно на самом деле в общем мы можем встретить у представителей Калама. И в этом смысле Иуда Олеви вполне заимствует о рационалистической теологии, исламской теологии именно такого рода рассуждения. Их же правда используют действительно и аристотелики, когда речь заходит о атрибутах. Но аристотелики гораздо более радикальны. Сейчас мы увидим этот радикализм в дальнейшем. Он говорит, в общем, все приписываем ему атрибуты за исключением невыразимого имени делятся на три группы. Атрибуты действия, дополнительные атрибуты и негативные атрибуты. Ведь появляется понятие негативных атрибутов, что будет развито Рамбомом, Маймонидом, негативной теологией. Первая группа включает в себя атрибуты, которые отражают его воздействия посредством естественных законов. Например, такие, как делает нищим и обогащает, унижает и возвеличивает, милосердный, милостивый, ревнивый, то, что было сказано выше. это это не что иное, как атрибуты действия. И действительно, и представители Калана тоже не считают это какими-то сущностными атрибутами. Вторая группа это атрибуты, как он называет, дополнительные атрибуты. Такие атрибуты, благословенный, благословляемый, прославленный, святой, возвышенный, превознесенный. Они отражают отношение к Богу людей, которые возвеличивают его. То есть за этими атрибутами стоит не что иное, как отношение людей, не более того. Они никак не характеризуют Бога, никак не характеризуют Творца, они характеризуют отношение человека к Богу. И несмотря на то, что подобных имен много, это не нарушает его единство. А вот третья группа включает такие имена, как живой, единый, первый и последний. Живой и единый, это как раз те атрибуты, которые представители Калама как раз готовы приписать с определенными оговорками Богу. Там есть еще, правда, мудрый, а здесь он говорит про первые и последние. Три атрибута живой, единый и мудрый. Есть, вы помните, наверное, Бахия Бенпахуда говорит так же существующие, и об этом говорит, но как раз Бахия тоже говорит о том, что все эти атрибуты на самом деле носят характер скорее негативный. И здесь тоже у Иуды Олеви он говорит о том, что эти атрибуты применяются по отношению к нему лишь для того, чтобы подчеркнуть отсутствие у него их противоположностей. И потому их не надо воспринимать в их обычном смысле. Например, мы не можем понять жизнь без движения и переживаний, но для него эти атрибуты жизни несущественны. Мы характеризуем его словом живой не для того, чтобы подчеркнуть наличие какой-либо связи с понятием неживой или смерть как альтернатива. Для нас тот, кто не является живым, мертвый, но согласно логике это не всегда так. Когда мы говорим, например, что у времени нет жизни, то это не значит, что оно мертвое, потому как понятие времени не имеет отношения ни к жизни, ни к смерти. Также из сказанного камень неумный не следует вывод, что он глупый. Как камень, который находится на слишком низком уровне, чтобы быть мудрым или глупым, так божественная сущность слишком возвышена, чтобы говорить о тьме, в терминах жизнь или смерти. Точно также к нему неприменимы понятия света и тьмы. Если спросят нас, излучает ли та сущность свет или является темной, мы ответим, она светит, чтобы не могли подумать, будто коль скоро она не светит, то является тьмой. То есть на самом деле вот этот негативный характер именно тех атрибутов, которые представители Калама готовы приписывать Богу, Иуда Олеви в соответствии в общем с тенденцией, которая свойственна аристотеликам называет или четко характеризует как атрибуты негативные. Негативные в каком смысле? В том смысле, что мы говорим, чтобы исключить понимание о том, что кто-то мог бы подумать, что он мертв, мы говорим, что он живой. Не потому, что он живой в том смысле, в котором мы обычно понимаем жизнь, а просто для того, чтобы исключить возможность предположения о его так сказать способности или возможности умереть. Это не может быть. Поэтому мы говорим живой. Или мы говорим, что он светит, потому, чтобы кто-то не подумал, что он является тьмой. То есть в этом смысле они являются негативными. То есть они как бы указывают не на то, чем он является, а указывают на то, чем он не является. Собственно, само слово негативный именно это подразумевает. Хотя у нас может возникнуть впечатление, что слово негативный это какая-то отрицательная коннотация. Здесь нет никакой отрицательной коннотации, но есть указание на отрицание чего-то присущего ему не на то, что мы характеризуем его, а на то, что мы говорим о том, чем он не является. И хотя на самом деле мы должны были бы сказать, что только физические тела имеют отношение к свету и тьмы, а божественная сущность не является таким телом, и потому к ней неприменимы понятия света и тьмы. Применять же слово свет можно только в качестве образа, чтобы исключить приписывание ему дурных с человеческой точки зрения качеств. Также жизнь и смерть применимы только к телам, имеющим материальную сущность, но божественная сущность выше и превозносится над ними. Если мы говорим о нем, скажем, жизнь, но не такая, как наша жизнь, это означает, что мы не понимаем, что такое жизнь помимо нашей жизни, и тем самым подтвердим тот факт, что мы не знаем, кто он. То есть эти атрибуты, они не дают нам никакого знания о нем. Они просто говорят о том, что мы не знаем его сущности, но знаем, чем он не является. А наше высказывание «бог живой» или «бог в жизни» означает лишь противопоставление тем мертвым богам, которые поклоняются другие народы и которые не способны ни на что. Также, говоря о Боге один, мы подчеркиваем не его единственное в том смысле, как мы обычно понимаем, вот этот термин. Один как раз представители Калама считают, то есть единый и справедливый, для них являются безусловной характеристикой Бога, а не атрибутом. Это его единственность, она является очень важной для представителей Калама, так же, как и его справедливость. А Иуда Оливий говорит о том, что один, на самом деле, это тоже один из таких же атрибутов, как и живой. Мы говорим о том, что подчеркиваем не его единственное в том смысле, как мы обычно понимаем, а для того, чтобы сказать об отсутствии у него множественности, потому что понятие один в нашем понимании предразумевает соединение различных частей в нечто единое. Так ты скажешь, одна кость, одно сухожилие, одна вода, один воздух. И тоже скажешь о времени, выделив в нем его составляющие один день, один год. Но божественная сущность выше соединения и разобщенности, и поэтому мы говорим один, чтобы подчеркнуть, что у него отсутствует множественность. Но что под этим подразумевается, на самом деле, непонятно. И так же мы говорим о нем первый, не потому что подразумеваем наличие его начала, а для того, чтобы исключить мысль о том, что до него было что-либо. И так же мы говорим о нем последний, не потому что думаем, будто он конечен, а для того, чтобы подчеркнуть невозможность его исчезновения. И все эти понятия не описывают божественную сущность и не указывают на ее множество. То есть это вполне вы видите, мы прочитали небольшой абзац, но это вполне уже тянет на негативную теологию, собственно говоря, то, что будет развивать рамбом. И вот эта тенденция, тенденция к созданию негативной или апофатической, как ее называют, теологии, она, как мы видим, существовала довольно давно, задолго до рамбома и коренилась как раз в аристотельской традиции аристотелик. Собственно говоря, рамбом именно это и развивает, просто доводя это до более совершенного что ли, вида, как мы увидим эту негативную теологию. Но при этом у Иуды Олеви есть один момент, который отличает его от аристотелик. Он говорит, что есть атрибуты, которые связаны с невыразимым именем, то есть тетраграмматон. Они не подразумевают указания на промежуточные естественные причины. Таковы, например, создатель, творец, один творит чудеса великие. То есть речь идет о том, что создается исключительно по его приговору и непреложной воле. И может быть, это он имел в виду, когда сказал, обращаясь к Моисею, я открывался Аврааму Искаку Якову как Бог всемогущий Эль Шадай, то есть проявляющим силу и всепобеждающим. Как сказано, не давал он никому притеснять их, царей наказывать за них. Однако он не творил для них Авраама Искака Якова чудес, как сотворил их для Муши. Другими словами, он что делает? Он говорит о том, что есть одно имя, тетраграмматон, которое в каком-то смысле все-таки связано с его сущностью, и эта сущность является сущностью, которая выходит за рамки законов природы. Это и есть то имя, с которыми связаны чудеса. Здесь опять же довольно традиционный взгляд, едва ли не идический, а может быть и раньше. Мы знаем, что собственно есть легенда по поводу Иисуса, что он творил свои чудеса с помощью тетраграмматона. То есть тетраграмматон это в каком-то смысле такое магическое имя, с помощью которого творятся чудеса. И его Иуда Оливий выделяет определенным образом, он выделяет его, он как бы говорит о том, что действительно человеческая речь не способна так сказать указать на сущность, но есть тетраграмматон как бы непроизносим и не является чем-то принадлежащим человеческой речи. И тем не менее, это невыразимое имя, которое связано с чудесами и связано в определенном смысле с сущностью Творца. Ну и он сказал посредством моего четырехбухонного имени я им не открывался. То есть тетраграмматон то, что обычно звучит как Яхве, я это имя им не открывал. Это в книге Шмот он говорит Моисею, а Моисею он как раз это открыл и собственно говоря за счет этого Моисей является тем, через кого был передан закон. Ну и Хазарский царь дальше спрашивает а что ты скажешь от таких связанных с телесностью понятия как видит, слышит, разговаривает, пишет на скрижале, спускается на гору Синае, радуется своим действиям и так далее. И Равин отвечает разве я не сравнил его со справедливым судьей с подверженным эмоциями, с неподверженным эмоциями в своих решениях. Когда люди увидят в его суде проявление любви к ним, то скажут, что он их любит. А когда результатом его суда будет разрушение их жилищ, гибель и забвение, тогда они скажут, что он ненавидит или гневается. То есть он опять переходит вот к этой самой категории, категории, которую он назвал дополнительные атрибуты, дополнительные атрибуты, которые на самом деле приписываются Богу в силу в силу отношения людей к тем проявлениям, которые происходят, а происходят они как бы от него. Хазарский царь здесь задает такой вопрос. Допустим, таким образом ты сможешь показать, что ни один из атрибутов Бога не влечет за собой множественности в нем. Но как ты объяснишь такой атрибут как желание, которое приписываешь ему, да, при разнесется он, а философ отвергает? Мы вспоминаем о первом разговоре с философом. Хазарский царь помнит как бы этот разговор. И действительно философ Аристотелик скажет, что никакого желания Бога нет, нет никаких желаний. Бог – это первопричина, благодаря которой, собственно говоря, все и создано. И нет там никаких желаний. А, Ибн Гавироль, как мы помним, как раз приписывает ему волю и желание. И поэтому этот вопрос хазарского царя, это действительно такой каверзный вопрос, который как бы подвергает ту систему, которую излагает Равин. А Равин, как мы видим, излагает довольно сложную, скомпонованную систему. С одной стороны, он идет по пути представителей Халама до определенного момента, затем переходит на рельсы аристотеликов с представлением о негативных атрибутах, доводя их до более-менее понятной концептуальной формы. При этом оговорка есть с тетраграмматоном, и теперь хазарский царь его еще спрашивает про желание. И давайте прочтем, что он отвечает. Теория атрибутов чем-то похожа на Рамбома, но не Рамбома. Похожа чем-то на Рамбома, но не в точности. Именно так. Мы сравним свое время. Будем читать Рамбома, увидим, я просто говорю о том, что элемент негативной теологии здесь есть, он выражен. Но не лидикальный, но не... Но нет, она не развита у Иуды Олеви, так как она будет развита у Рамбома. Но на Меткина это есть, то есть в каком-то смысле можно сказать, что сама идея здесь присутствует. Просто дальше по-русски. О том, что тетраграмматон это особое имя, с помощью которой происходят чудеса эту подробно у Рамбана, у Нахманида разрабатывается, и это тоже тут в каком-то зачаточном виде есть. Ну, даже не в зачаточном здесь, это просто есть, да, то есть у Иудалеви это есть. Это, ну, как я уже сказал, это в каком-то смысле традиционный взгляд, да, то есть там, не знаю, талмудический или даже до-талмудический, да, с вот этим... Прошу, можем ли мы сказать, что Раби Удалеви некоторое синкретическое такое, как бы есть у него понемножку всего и... В отношении атрибутов, да, именно это то, что я хочу сказать, что в отношении вот этой теории атрибутов, которую излагает Равин здесь, это действительно такая смесь, да, то есть, как я уже сказал, да, с одной стороны, это немножко Калама, это аристотелики с тенденцией к пониманию негативных атрибутов, а с другой стороны, вдруг, вот этот тетраграмматон, который стоит на особом счету, и это, собственно говоря, традиционный взгляд, да, не знаю, талмудический или еще более ранний, и вот про желание, давайте посмотрим, что он тогда ответит Равин. Он говорит, мы уже приблизили спасение, если нам не будут задавать более трудных вопросов, чем о желании, иронизирую. Мы спросим, о философ, что, по твоему мнению, создало постоянно вращающиеся небеса и высшую сферу, которая движет все и не занимает места, и ее движение неизменно, а земной шар находится в ее центре, не имея опоры, кто упорядочил все как по количеству, так и по качествам и по формам, нет у тебя другого выхода, кроме как признать творца, потому что предметы не могут создавать сами себя, и одни предметы не могут создавать другие. Таким образом, он привел воздух в движение, чтобы были услышаны десять речений, неожиданный переход, видите, от философской картины к традиционной, к декологу, к стоянию на Горесиной, и скрижали, покрылись высеченными на них письменами. Назови это желанием, повелением, или как ты хочешь. То есть, когда речь заходит о желании, он не готов сказать, что Бог обладает желанием, для философа это нонсенс, и раввин говорит, что, ну, хорошо, не знаю, как это называть, но как бы ты ни называл, есть нечто, что приводит в движение, что, собственно говоря, присуще творцу. Как перейти от творца к творению? Вот этот переход, мы помним, что шло Майбан-Вироль, он, собственно говоря, ввел туда волю, желание, потому что иначе как бы это не получается. Иначе получается что? Иначе есть теория эманации, где единый переполняется сам, как бы не понимая просто некой энергии, она изливается помимо того, хотел он или не хотел, или первопричина, которая просто запускает все, ну, и запустила, и все как бы крутится, и все хорошо. Но вот это можно назвать это автоматическое сотворение или порождение, которое отрицает, ну, на самом деле Сааде Гаона тоже это отрицает, для Сааде Гаона сотворенность мира является едва ли не главным в доказательстве того, что есть творец. И здесь Равин говорит следующее, он говорит, что если ты признаешь творца, а не признать творца ты как бы не можешь, это почти Исаадевский аргумент, то есть сведенный просто к одному абзацу, вот тогда тебе придется говорить о том, что есть нечто, назови это как угодно, при переходе от творца к творению, что, собственно говоря, он делает, за счет чего происходит творение, приходится сказать Оля, идея это тонкое место, потому что идея перводвигателя, вот я уже написал в чате, есть уже философия, но она не называется там желанием или движением. В том-то и дело, это альтернатива, в том-то и дело, что это альтернатива, перводвигатель, он ничего не хочет, перводвигатель просто перводвигатель, первопричина, перводвигатель, так же, как и в этой самой схеме эманации. Единый ничего не хочет. Он просто переполняется энергией. И так получилось. Получается как бы само собой. И перводвигатель тоже. Перводвигатель ничего не хочет. Получается как бы само собой. А у Иуды Олеви, так же, как у Саади, и в этом смысле он солидарен Саади, как раз есть творец. А если есть творец, если ты признаешь творца, он же говорит, нет у тебя другого выхода, кроме как признать творца. Творец это нечто иное. Это не перводвигатель. Это не единый. Это тот, кто творит. А что значит творит? Это значит, что есть переход к сотворенному. Как он осуществляет? За счет чего? Почему, собственно, это происходит? Вот он говорит, назови это желанием, повелением. Как хочешь назови это. Но тем не менее есть нечто, что присуще творцу для того, чтобы возникло сотворенное. И вот это нечто мы условно называем желанием. В этом смысле Иуда Олеви мы видим, да, то есть вот он шел-шел вроде бы с аристотеликами, но кроме тетерграмопона. Когда дело дошло до желания, он перешел на сторону Саади Гаона или Ибн Гвироля, хотя здесь он не говорит ничего про теорию эманации, да, и рисует такую картину. Он говорит простой, если ты признаешь, что есть творец, тебе приходится признать нечто, что соединяет творца и сотворенное. Или то, что за счет чего появляется сотворенное. За счет чего это мы можем назвать как угодно. Желанием, повелением и так далее. И хазарский царь удовлетворяется. Он говорит, о, теперь разъяснилась тайна атрибутов и стало ясно мне, как понимать смысл выражения славы Всевышнего или послания Бога, или шхина. А мудрец ему на это говорит, что это говорится о том, что видели пророки. Так же, как огненный столб или огонь пожирающий, или облако туман, огонь сияния. Подобно этому мы говорим о свете утром, вечером и в облачный день. Ибо свет это солнечные лучи, несмотря на то, что солнце сокрыто. И говорят, что свет и лучи от самого солнца, но это не так. Это тела, подвергаемые воздействию солнца и освещенные им, отрежают свет. Так же и слава лучей божественного света помогает его народу на его земле. Дальше он будет говорить о том, что собственно тоже используя Асаадю, теорию, о которой я говорил, сотворенного света, то есть пророчество, то, что видят пророки, пророки видят некий сотворенный свет. И этот сотворенный свет может называться слава всевышнего, послание там и так далее, или штина, как угодно. И после этого он переходит к тому, что видите, да, десятый параграф, нетрудно увидеть особенности одной земли по сравнению с другими. Ведь ты видишь места, подходящие для одних, а не для других растений, для определенных, а не иных минералов, для тех, а не иных животных. Обитатели одних мест отличаются от других своим обликом, нравом, в силу своего темперамента. Это совершенство и несовершенство души также зависят от темперамента. Ну, и он подходит к тому, чтобы сказать, что земля Израиля, коль скоро она находится в центре земли, является идеальной для того, чтобы вот это самое совершенство души и те качества, которые необходимы для получения божественного указания, то и для того, чтобы стать пророком, они, эти условия, наиболее благоприятны именно в земле Израиля. Но это уже другая тема. Это уже тема пророчества. А относительно его подхода к божественным атрибутам мы уже видели. Здесь вопрос, к чему склоняется Иудалевий, к сотворению из ничего или к первой материи? Конечно, он склоняется к сотворению из ничего. То есть он в этом смысле является как бы традиционалистом. То есть весь пафос его, о котором я говорил, пафос такого иррационализма, пафос пророчества, пафос восприятия божественного логоса, он же говорит о чем? Он говорит о том, что Тора, как проявление этого самого божественного логоса, является чем-то, что находится как бы над разумом. Она находится как раз вот в этой сфере. И поэтому все, что говорят философы и так далее, оно до этого не дотягивает. Но при этом, как мы видим, он не то чтобы все отвергает. То есть вот, например, божественные атрибуты. Вот он соткал из разных кусочков эту самую теорию атрибутов, в том числе и теорию божественных атрибутов, которые присущи скорее в школе аристотеликов. И так он будет как бы действовать и дальше. Да, мы увидим, что он, несмотря на радикальное опровержение аристотелизма, он его не отвергает на определенных уровнях. Но я сказал уже это, я просто повторю. То есть, по сути дела, он говорит, что у нас есть то, что связывает земной мир и небесный. Эта связь осуществляется за счет чего? За счет непосредственного божественного указания. Кто может воспринять это божественное указание непосредственно? Тот, кто обладает пророческой душой. То есть есть существа в подлунном мире, которые способны к этому. А все они воспринимают? Нет, не все. Кого-то получилось, кого-то не получилось. Но он дальше скажет, что всегда существует хотя бы один человек, ну не человек, пророк, а другое существо. Всегда существует, во все времена существует некто, кто, собственно говоря, эту связь удерживает. Так осуществляется связь с миром небесным. И эта связь дает возможность человеку правильно поступать в плане контакта с небесным миром. А все, что касается дел земных, здесь все замечательно. Здесь мы будем слушаться разума, и в том числе будем слушаться и философов-аристотеликов. Потому что развитая как бы наука, которая касается земных дел, но не соединения с небесным миром. А ведь философ претендовал в самом начале, он претендовал в самом начале на то, что, да, философ может соединиться с небесным миром, с чем? С активным интеллектом, да, за счет чего? За счет достижения интеллектуального совершенства. Вот Миша говорит здесь, что творение из ничего, это тоже греческая концепция. Ну, это, с одной стороны, может, и греческая концепция, но она единственная, которая подходит к традиционному взгляду. Потому что, естественно, что у нас мудрецы Таламуда не говорят о том, как сотворено, из чего сотворено, из ничего сотворено, или из первой материи сотворено. Но позиция традиционалистов, как правило, связана с вот этим самым сотворением из ничего. Нет, ну как, вот, пожалуйста, в Медраж Раба, Берешит Раба, Равуна сказал, да, «Арадзайта Тогу», из чего создал, да, из Тогу, и, да. Там отлично есть, так сказать, что-то, что-то, так сказать, «Илма лэ давар катув и в Шарла Мро», да, и так далее. Ну, в том-то и дело нет. Все эти хорошие примеры из таламудической литературы, их надо рассматривать отдельно, да, то есть там не об этом идет речь, да, то есть там способ мышления просто другой, высказывание другого рода. Это как бы отдельная тема, да, каким образом, есть ли какие-то переклички, мы про это говорили на наших первых занятиях, между философскими, как бы, концепциями и тем способом говорения, который присущ таламудической литературе, о чем они говорят. О чем они говорят, это непростая история, каждый раз нужно вглядываться специально, да, в те тексты, которые, в отличие от текста, видите, текст нормальный, да, у Юды и Олеви текст нормальный, у Саади нормальный текст нормальный, в каком смысле, когда мы говорим нормальный, мы что подразумеваем? Греческий текст греческий. Вот такой текст – это греческий текст, а ненормальный. А ненормальные – это таламудические тексты, они ненормальные. Они, может, кажутся иногда кусочками, что вроде бы что-то такое мы понимаем, а на самом деле нет. Ну, про это у нас тоже уже был разговор. Значит, мы в дальнейшем, в следующий раз мы прочитаем фрагментик из третьей главы, и, может быть, и четвертой, и посмотрим, как у нас пойдет. Может быть, мы в следующий раз прочитаем несколько этих фрагментов третьей, четвертой, пятой главы и расстанемся с цифер Кузари. А, может быть, если не успеем, то когда у нас еще будет два занятия. В общем, одно из них два занятия будут у нас посвящены еще цифер Кузари. Если у вас накапливаются какие-то вопросы и что-то такое, то вы можете... У нас есть для этого чат, да, вы можете присылать. Я либо в чате отвечу, либо на следующем занятии просто начну с ответов на вопросы, если у вас, может быть, они не сразу возникнут, а по прошествии какого-то времени. Можно таким образом их формулировать. Ну, хорошо, будем на этом, да, прощаемся до следующего четверга. Спасибо большое. Продолжение следует...